За плечами этих руководителей многолетняя и плодотворная работа, образцовое выполнение служебных обязанностей. Сегодня, уходя на заслуженный отдых, Владимир Николаевич и Людмила Николаевна с особой грустью передают свои полномочия молодому поколению. Доктор медицинских наук, профессор Владимир Ващула, работал в 24-й средней школе с момента ее основания. И за эти годы многое изменилось, но и по сей день свою профессию он считает призванием. Работать педагогами я начал с 15 августа 1969 года. Первые 10 лет работал учителем физики, классным руководителем, затем 3 года заместителем директора по учебной работе. И вот последних 31 год возглавляю 24-ю школу с 1 июля 1983 года, со дня ее введения в строй. Работал только в школе, поэтому школа – это моя жизнь. Людмила Орлова за годы работы в 10-й школе показала себя грамотным, эрудированным, опытным и творчески работающим руководителем. Не раз заслуги педагога отмечались на городском, районном и областном уровне. А также министерством образования. Дважды Людмила Николаевна была избрана депутатом городского совета. Прежде всего я оставила школу, творческий коллектив учеников, учителей и родителей. Наша школа уникальна, потому что она когда-то была с архитектурно-художественным уклоном. И после ликвидации всех уклонов в средних школах мы сумели сохранить это направление. И до сих пор у нас работают талантливые учителя. Как считают сами виновники торжества, творческий поиск, педагогическая эрудиция, наблюдательность и аналитическое мастерство – это тот фундамент, на котором должна строиться вся профессиональная дорога школьного наставника. Только преданность и любовь к делу всей жизни может дать отличный результат, который особенно важен именно для учителя, воспитывающего подрастающее поколение, а значит, формирующего будущее страны. Всем известен знаменитый лозунг «Кадры решают все». Актуальность этого лозунга абсолютно не упала. И от того, кто занимает должность руководителя, во многом зависит состояние дел в том учреждении, регионе. И это неоднократно говорит и сам наша глава государства. Вот почему подбор руководящих кадров учреждения образования, а учитывая, что у нас более 20 тысяч учащихся, 32 школы, является тоже очень серьезным направлением в работе нашей администрации. И поверьте, что сегодня мы провожаем заслуженный отдых лучших из лучших руководителей, представителей вот этой школы советской педагогики, которая себя замечательно зарекомендовала. Достаточно сложно было найти нам достойную замену. Это молодые энергичные руководители, которые, я уверен, что возьмут лучшее, что уже наработано по 10-й школе, по 24-й школе. И дальше будут достойности с нами системы образования города Бреста. Софья Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.